В принципе там ничего не мешает. Так, а где он? О, он исчез-то, блин. А! Фига он! Ха-ха-ха! Вот это он замаскировался! Я забыл, что он снял броню-то. Обалдеть, просто... Просто чувак просто пропал! Обалдеть, нифига себе. Теперь вам наши тайны. Силовое поле возле большого компьютера на задней комнате отключено. Наберите пароль. Подожди, а что я сделал-то? Я ж нихрена не сделал. Я вступил к хаббологам и обезвредил лодку. Может, лодка это влияет так? Так они, наоборот, против же должны быть. Короче, вообще-то, я вообще ничего не сделал. Ну ладно, император-компьютер? Терри. Знаешь, забудь я, наоборот, так, давай. Кто был основателем церкви? Ой, так это все... Вот этот. Все верно, только хабболог. Блин, каши круто что-то начитали, а! Ха-ха! Вот это да! Вот это классно! То есть, когда тебя непосредственно проверяют на то, что ты считал. Вот это круто, да? Не просто какой-то диалог, а именно этот. Блин, вот это классно! Я как-то говорил в каком-то прохождении. Ребеншки, всем привет, добры, пожалуй, на прохождение замечательной игрушки. Фоллафт. Вторая часть. И в прошлой серии мы побеседовали с этими хаббологами. Короче, это на все отмороженные придурки. Вот. И у нас появился тут челобас. Спасибо большое за комментарий. Очень много написали. Что у хаббологов надо бы и броню делать, да? Потому что анклавовская не подходит. Вот. Потом я еще про... Вспомнил про подводную лодку. Это, по-моему... Лодка там... Ну, там эту... Отрезали причиндал-то где? Там, короче. Вот. И насчет компьютера. Что мы код-то нашли. Но я так подозреваю, что этот мужик там, вот, доктор, который доступ к компьютеру, сказал, что, мол, типа... Там уши, которые, да? Что, мол, типа, этот... Ну, код получишь только если сближешься с каким-то их подчиненным. Вот. Наверное, это просто байка какая-то. Типа пошут... Ну, типа шутки, возможно, да? Что мы никогда это не сделаем. Потому что все, типа, заняты. Вот. Поэтому... Поэтому-поэтому. Давайте поговорим с этим лавотрясом. Я думаю, просто, да, этот самый сделан. Сейчас две брони еще лучше. Привет тебе, посветленное создание. Кто вы? Я Дэйв Хэнди. Я из Канады. Так какая у вас работа? Я объявляю этим типам, как обращаться с данными и целый день отвечать на дурацкие вопросы. А ты сможешь взломать вас в данных ши? Думаю, я смогу. Только если у тебя есть определенное задание. Так. Не могу сейчас передумать ничего конкретного. То есть, его можно попросить. То есть, видите, тут несколько вариантов. Я не знаю, которые улучшены. Ой. Блин. Такая братва идет, как будто за мной. Так. Давайте улучшим тогда, получается, у этих броню, да, два раза. Вот. И нам надо будет еще, получается, с компьютером, кстати, поволтать. То есть, все-таки, раз уж мы пароль этот знаем, так, да. Давайте тогда сейчас улучшим броню. Нам это... И деньги еще, да, еще. И по графику еще. И деньги у нас обратно можно вытянуть, так что вообще мы ничего не теряем. Так. Можете усовершенствовать. Я заплачу 10 тысяч. Ладно. Вот, пожалуйста. Ясно дело. У меня есть еще вопросы. Я скоро вернусь за броней. Так. И пока отлично. Я еще вернусь. Так. Давайте пока тогда поговорим с компьютером. Я так понимаю, нам сюда. Ага. Нет, не сюда. Вот сюда. Так. Или... А доступ-то куда вводить? А, во. Блин, пипец. Вы стараетесь изо всех сил, но так и не можете взломать криптозащиту компуктера. А что, у меня нет пароля с собой? Есть. Может, ему... Ой. Большой суперкомпьютер. Так. А тут у нас не алло. О. Добро пожаловать в систему хабосвязь. Это была форма... Блин, теперь тут нормально все. Пипец. Запрос в базе данных. Выберите базу данных. Следовательская БД. Так. Продравшись через религиозную билиберду, вы обнаруживаете, что хабологи нашли способ укрепить силовую броню. Кроме того, они научились рассчитывать траектории запуска космических кораблей, орбиты и курсы в космосе. Более того, похоже, что они работают над управлением погодой. Нифига себе. Так. Цель на будущее. Полчаса вы читаете о целях, которых пытаются достичь ник 9. Кроме просветления и воссоединения со звездом отцова. Он, похоже, хочет уничтожить людей, которые не были с ним с самого начала. Он просто чокнутый. Обалдеть. Финансирование. Церковь хабологов просто неприлично богата. Стандартный метод попросить нового рекрута пожертвовать все свои сбережения церкви, дабы подтвердить свою веру. Если же кого-то об этом не просят, все указывают на то, что в данном случае хабологи не церемонятся. Где-то в пустыне у них огромные тайные склады добра. А. Воспользовавшись хакерскими навыками и произведя небольшие расчеты, вы определяете координаты тайника и отмечаете их в своем бип-боя. Красота. Тра-та-та. Так. Команда управления. Каталог команд управления. Выберите команду. Форматировать жесткий диск. Проверка состояния системы. Так. Я боюсь форматировать. Потому что у нас это еще. Чалобас у нас тут не все сделал. Поэтому пока оставим. Есквец или отсутствие топлива. Главный компьютер в рабочем состоянии. Трубопровод в рабочем состоянии. Следовательские станции в рабочем состоянии. Ремонтный центр в рабочем состоянии. Камеры в рабочем состоянии. Окей. Так. Форматировать мы, наверное, пока не будем. Пока. В общем, мы сделали вывод, что этот вот кретин вообще полный безумный придурок. Вот. И, скорее всего, задание уши будет уничтожение вот этих вот. Вот этого вот всего. Поэтому мы его, наверное, и примем. Да. Вот. И. Разберемся с этим. Так. Теперь. Давайте теперь попробуем вернуть, так сказать, должок. Ну-ка. Ай-яй-яй. Вы не можете взять ваше снаряжение. Это максимальный вес. Серьезно? А. Ну, мне же броня снята. Точно. Так. Так. Торговать. Мне 20 веса надо скинуть. Я сошел толстый. Вот так. Пожалуйста. Е-бой. Так. Теперь, я так понимаю, мы можем, да? Так. Отлично. Деньги. Теперь у вас кража удалась. Отлично. Так. Теперь. Теперь мы просто ждем. Давай денечек подождем. Я не знаю, сколько надо ждать. Давай до утра. И вот еще до утра. Вот так. Так. Того у нас, получается, 150 можно. Ну-ка. Во. Вот она у меня уже готова. Берите, берите. Спасибо. У меня еще. Так. Ладно. Спасибо. А еще можешь одно? Эй, у меня есть еще один комплект на доработку. Да, могу. А что вы мне дадите взамен? Я заплачу. Ну, у вас есть 10 тысяч? Ладно. Вот, пожалуйста. Вот. Еще я не могу заколдовать барню, которого у вас нет. Возвращайтесь, когда будете. Так. Нам надо выбрать господина, который будет таскать. Ну, вот, коджус. Давай. На тебя пал. На тебя пал. Моя. Моя. Это самое. Перст мой. Так. Снаряжение. Сними броню. Торговать. И. ТБ1. А давай-ка глянем. А, я ее, наверное, одеть-то не смогу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она 42 весит. У нас уже, наверное, перевес, да? То есть, получается, нам надо бы ее одевать. Так. Силова броня ТБ1. Давайте глянем, сколько она получатся. А, ну, в принципе, мы... Ой-ой-ой. В принципе, там ничего не мешает. Так. А где он? О, он исчез-то, блин. А! Фига! Вот это он замаскировался! Я забыл, что он снял броню-то. Обалдеть. Просто. Просто. Чувак просто пропал. Обалдеть. Нифига себе. Вот это... Вот это обалдеть. Да, боже ты мой! Вот крыса. Нам придется воровать у него, блин. У него, короче, этот... Перевес опять. Так, давай сравним. Так, 35. Так, 87. Ага. Статы те же. Получается, 55. 15, 13, 19. 13, 19. 55, 90. Ой, как неплохо. Ой-ой-ой. Так, вот так мы, получается, одеваем, да? Вот так. А вот это мы... Силова броня. Закаленная, да. Давай. Так, у меня есть. Заплачу. Ладно, вот, пожалуйста. Оставьте ее на денек. Ясно. Так, я вернусь за вороней. Так, давай-давай-давай-давай. Так, подожди. Давай, сохранимся. И тырим у него обратно свои денежки. Блин, обалдеть. Все, кража... Кража удалась. Офигеть. Так, ждем. Ждем, ждем, ждем. Надеюсь, хватит ровно суток. Да вот часа вот не хватило. Вот отвечаю. Так, ну давай два часа на всяких случаях. Так. Нет, есть вопросы. Еще один комплект. У меня закончились химикаты, извините. О, черт. Так, окей. Окей, окей. Так, и того у нас, да. Так, теперь нам надо Джусу. Я так понимаю, у него перевес. Да, дикий перевес. Нам надо ему теперь подкинуть эту броню. Кстати, надо сохраниться для начала. Подкинуть броню и потом заставить его одеть. И все будет хорошо. А-а-а. Где-то предмета нет места. Блин. Получается, нам надо его выгонять из группы. А я это не могу тоже сделать. Ой, блин, гемор, пипец. Так, что у нас по весу? 225. 225. Так, а у тебя? Тебе надо освободить. Плюс 40, да? То есть, получается... Ой, надо сделать, где-то, ну, 120, грубо говоря. Запасом 120 оставить. То есть, нам надо, получается, 80 веса где-то. Обалдеть. Вот это задачка, блин. 80 веса надо освободить. Так, ну, ладно, тогда что делать-то? Давайте тогда сгружать. Так. Почему я не могу? Так, вот. Вот так вот. Сейчас все сгрузим. Вот это, мне кажется, много весит. Так, итого у нас 80... Сколько там говорил там? 80, да? Ну, нам ровно хватает. Давай тогда, получается. Торговать все забираем у него на 80 и отдаем эту броню. Так, давай вот так сразу. Пусть купня говна. Вот какой-нибудь кнопки не хватает. Типа R, он выбирает сразу все и берет. Блин, три веревки таскает, чувак. Так, все, отлично. Так, говорим. Так, поведение и... Закаленная броня. 250, обалдеть. Так, ну и все, обратно. Закидываем. Вот, хитро как. Хитро, хитро. На навару нам пригодится это. До навара, кстати говоря, пригодится. На навару-то, наверное, вряд ли. Непосредственно на навару пригодится. Так. Ладно, это все пока пойдет. У него там все нормально должно быть. Так. Теперь нашу, да, эту фигату на собрать. Кстати говоря, реально закидывать надо на пустом месте, чтобы не рядом с каким-нибудь шкафом, вот, или под столом, там, знаете, она зачастую там... Что я не могу взять? А, так много их. Все, отлично. Так. Дальше. Погнали тогда разберемся с лодкой. Там надо... У нас и коды эти есть, и вообще все дела. Ой-ой-ой. А что такое? Вот. Пока форматировать тут ничего не буду. Я так думаю, что можно отформатировать, когда мы задание уши возьмем уже на уничтожение этих придурков. Думаю, тогда и можно будет. Так. Так, 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 так. Все, погнали. К лодке теперь. Мы за 10 тысяч купили этот пароль-то не зря. Черт возьми. Потом давайте тогда. Я просто думал, это как раз-таки в анклав плыть, блин. А это... Так, подожди, а где? А, вот. Это как раз лодка. Она ведет вот к этой лобуде. И нам надо еще, пока мы заражены лучевой болезнью, обязательно в город уберешься сейчас зайти. В общем, делайте початый край. Так, ты просто охранник. Так, чтобы охранить, мне нужно воспользоваться катером. Отвали, ты не имеешь права использовать наторонную лодку, черт возьми. Ты ловань, а не ши. Вообще-то я почти почетный член ши. Я был нанят в команду обслуживания подводной лодки из-за моего опыта. Подожди, так у меня... А, вот пароль. Охранник слушает пароль и кивает. Похоже, вы на самом деле специалист. Ши должна быть попали в безысходное положение. Безвыходное положение, раз решили нанять пришельца. Во всяком случае, все равно, наверное, да? А, вы рано. Разве они не сказали тебе, что техники не покидают вор до полуночи? Ты можешь подождать остальных здесь, если хочешь. Мне действительно пока нечего дела, так что почему нет? 500 опыта, отлично. Блин, смотри, как красиво, а. Нарисовано, прикольно. Так, нам надо... Ох, как тут интересно все. Все заржавело, пипец. Так, и что? Открыть ее не представляется возможным. Серьезно? Эта дверь насквозь проржавела. И вот там что-то есть. Там специально что-то сделали. Вот мерзавцы. Ух ты. Спецруководство для армии Китая. Нифига себе. Что это такое? Спецруководство для армии Китая. Это ничего не даст. Вы не понимаете индийного слова. И с того руководство иллюстрации вполне информативно. Окей. Так, а... А, этот открылся. Ты поговорить с нами, нет? Хватит тратить мое время. Лау-вай. Так, это что бы тут ни было. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну-ка, давай-ка поговорим. Что-то отбалдут быстро. Зайдем сейчас в пароль этот введем, блин. А, я пока занят. Так, а если мы тебя оббороем? А? Блин, красивая текстура. Как-то необычная. Как будто... Отдельно сделан. Наверное, это вырезанный контент или что-нибудь типа такого. Ну... Все отлично. Я вот немножко прокачал эту... Так, 18, получается 80. 93 нормально. Так, где там у нас... Ража. Да, до 30-ника вообще просто отостало. Какие надо лау-вай? Не видишь, я пытаюсь передостроить систему наведения. Вот поэтому я и здесь. Я могу помочь с настройкой системы. Кажется, связь между подсистемой морской навигации и ИИФ Транспондером. Господи. Полностью прервано. Так что придется найти обходной пункт. Не против, если я помогу? Я думаю... Я могу... Принять вашу помощь. Вот, попробуйте. Техник ШИ позволяет... Вам ввести данные. После нескольких минут самостоятельного ознакомления с пользовательским интерфейсом, вы начинаете работать. Спустя еще несколько минут вам не только удалось перенастроить параметры наведения так, что субмарина теперь не потопит танкер, но и удалить неисправность системы, перекрыв техникам легкий доступ к подсистеме. Какой мы умные! Ну вот и все. Я починил систему. Она больше не будет доставлять вам проблемы. Надеюсь, это поможет вам в вашей работе. И что? И все? И что? И все? А сюда можем? Эй, торпеда мог взорваться в любой момент. Извини, я работаю. А, ну, в принципе, так... Ух ты. Таблица китайских кодов. Пропопшим. Тут таблица китайских кодов. Ага. Вы не уверены, но, похоже, эта таблица содержит различные китайские командные коды. Возможно, если бы вы нашли место для ввода этих кодов, вы смогли бы узнать кое-что. Так. Бип. Ага. Как же ты вовремя? Я так понимаю, тут какая-то это... Как это? Пирогенная... Короче... Бумажная, короче, кассета такие для компьютера. Ну, что-нибудь типа такого. Ну-ка. Древняя консоль. Так. Не трогай это. Почему? А я могу? Наукой? Что я тебе говорил? Да ты осел. Он может тебя... Завалить. Блин, мне даже жутко интересно. Я тебя предупредил. Блин, вот ты урод. Давай его просто завалим. У меня чисто посмотреть охота. Гром крепкий. Так, все, да? А теперь он у нас спокойно у нас. Так, ухей. Ничего не удается узнать. Блин, а можно тут как-то... Так, может ремонт реально? Вы не можете это отремонтировать. Так, а это интересно связано с тем, что у меня навык или... Блин, вот тут непонятно описание. Либо вам не хватает... Блин, тоже двояко можно. Давай просто сейчас чист проверим. Потому что мы сохранились. Я... Мне в любом случае прикид вот это вот уничтожение этого господина. Вот поэтому... Так, ну-ка давай. Ремонт? Не, нифига. Ну ладно, тогда не будем его тревожить. Я так понимаю, что это просто какой-то аргумент. Вот, ничего толку... Этого нам не даст, в общем. А, ну тут тоже, собственно говоря, бип и все. Так, а могу тебе сказать, что ты свалил отсюда? Не, ладно, хрен с ним. Все тогда. Здесь не шибко-то, что у нас тут и есть, да? Поэтому наплевать. Это какой-то вырезанный контент. Вот, отвечай. Ну, фига тут бригада нас ждет. Так, что я еще хотел сделать? Так, хабологи. Хабологи, этот... Задание на броню еще надо взять. Мне тут подсказали, что у Ши еще можно задание на броню взять. Вот, поэтому было бы здорово. Так, Ши у нас справа. Давай сейчас, если... И в компьютерах сразу у них... А, подожди, компьютер-то. Компьютер... Подожди. А, ну в компьютере я рылся. Подожди, я не про тот компьютер-то. Я код-то нашел ведь от этого. Крокет или как-то там. То есть его здесь нет ведь? Какой, в общем... Вот этот, вот, вот, дрищ, вот. Чем здесь занимаетесь? Доступ к компьютеру, честно. Например, можно взломать сети или подружиться с одним из моих подчиненок. Насчет взлома я, конечно, пошутил. Так, то есть получаются вот эти вот компы. Здравствуйте, пожалуйста, введите пароль для доступа. Вы сумели обзарядить подводную лодку. Так. Все, нормально. То есть я просто думал, он бычить будет. А он нифига не бычить. Надо тут наплевать тогда, ладно. Так, угадать пароль, взломать компьютер. А давай попробуем угадать. А, мы пробовали угадать пароль и нам опты не давали. Ладно, давай тогда лоши вот этот вот. Химическая база данных топлива и производные полимеры. Топливо и производные. Вы наталкиваетесь на кучи сложных химических формул и лабораторных заметок. Но что они означают выше вашего понимания? Перекачать топливо на танкер компании по Синьдон Оилл. То есть это понятно. То есть это разные варианты, да? Так, полимеры. Продравшись через кучу обозначений и техническую терминологию, вы обнаружили, что ши работают над созданием новой полимерной боевой брони, которая была бы устойчива одновременно и к огню, и к ударному оружию. До завершения работы еще долгие годы вы также находите упоминание о новых возможностях в области разработки оружия и стройматериалов. Похоже, у ши довольно масштабный план на будущее. Очень хорошо. Так, ну что, пока отключать не будем. Ага, и все, в принципе, да? Давай с этим лоботрясом поговорим. Он нам сказал, что эти, вертокрылые, да? Но что-то про броню там было. Ну-ка. Я хочу поговорить с императором. Что это за место? Я ищу пропорщину. Мне нужно топливо. О. Вы определенно достойны того, чтобы получить от нас горючее. Я верю, что могу доверить. А почему? Добить вам наши тайны. Силовое поле возле большого компьютера на задней комнате отключено. Наберите пароль. Подожди, а под что я сделал-то? Я ж нихрена не сделал. Я вступил к хабологам. И обезвредил лодку. Может, лодка это влияет так? Так они, наоборот, против же должны быть. Короче, я вообще ничего не сделал. Ну ладно. Император компьютер? Да, он хранит историю, наши исследования и прогнозирует варианты развития будущего. Это куда лучше, чем полагаться на человека, которому свойственно ошибаться. Но все же мы вносим его советы поправки, основываясь на нашем знании человеческой натуры. Понятно. Что ж, спасибо за помощь. Мое племя спасать надо. Так, у нас открылось, да? Ага. Ну да, там обычный суперкомпьютер. В общем, какая-то дичь произошла. Опять игра... Опять что-то я что-то сломал. Если я что-то не понимаю, ребят, напишите, почему он меня впустил. Может быть... Может быть... Может быть с кодами, вот с этими что-то? Блин, короче, я понять не могу. Раньше у меня, он типа допуска не было, а сейчас тут что-то появилось. Пес его знает. Ну ладно. Я, конечно, не против, но ладно. Здравствуйте. Пожалуйста, введите пароль для доступа. О боже! Какой там был-то? Какой там написан был? Охарин тебе лысого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Да, сейчас. Размечтался. Ладно, давай, вот очень похож вот Шин Хуанг. Вроде вон. Блин, я не запомнил даже. Права на доступа подтверждены. Слава тебе, господи. Географическое положение. Положение чего вас интересует? Крестьян из моей деревни. Общая совокупная вероятность того, что крестьяне находятся в точке, координаты которые совпадают с координатами комплекса Анклав 97%. Диагностика. Диагностические функции и сканирование сети. Элогическая станция отключена. Химическая станция включена. Физическая станция отключена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, подожди. Ничего не будем включать. Так, тоже проверка целостности жесткого диска. Функциональная целостность системы составляет 92%. Целостность защищенного ядра императора 100%. Целостность данных 100%. Незначительное снижение производительности в прогностическом блоке. Предположительное время починки 6 дней. Возможность прогностического узла доступна на 15%. Пока, пока ничего не будем трогать. Так, баз данных. Химия. Химическая база данных. Топливые и производные полимеры. А, так это то же самое, да? Перекачать. Полимеры. Да-да-да. То есть, с того компьютера мою. Так, история. Экран быстро мигнул. И монохромный дисплей заполняется китайскими иероглифами. Через несколько секунд экран очищается и выводит список содержимого. Большинство файлов устарели и повреждены. Но еще осталось несколько целых. Народно-освободительная армия и флот-терминал доступа император версии А4. Пожалуйста, сделайте выбор. Состояние субмарины. Название Ши Хуань Ти. Класс 088. Тип атомная баллистическая ракетно-подводная лодка. Вооружение 8 ядерных баллистических ракет. Выпущено в 68-м году. Ой, так нифига она. Я-то думал, на старье дико. Ну, это самое, в локальном времени старье, но я думал вообще наших времен. Капитан-то такой-то там, тот такой-то. Ладно, читать дальше. Послужной список патрулирования китайских территориальных вод Аляски. Боевая миссия на Калифорнийском фронте. План миссии R. Субмарина не подлежит ремонту. Главный компьютер демонтирован. Судно и передислоцирован. Корабль переоборудован в стационарную оборонительную структуру в двух милях на ССВ от гавани Сан-Франциско. Отлично. Что насчет боевого патрулирования? По просьбе командира фронта Аляски генерала Зинвея Хши Куанти был переведен в Аляско-Техоокеанский фронт для перехвата американских конвоев в открытом море. Под командованием контр-адмирала Е. Ли она потратила 9 грузовых и 4 военных корабля. Повредила еще 18 судов. А, потопила. Блин. Вот. И создала значительную нагрузку на линию снабжения врага. Так. Адмирал Е. Ли также упомянут. Народно-освободительный флот как человек, пришедший к потоплению Ю-УС-УС. УС-УС. Черный Атол. Американский подводный лодки Интерфейс. Интерференс. Господи, боже мой. Так. Узнать больше о плане миссии Р. План миссии Р. План чрезвычайных действий, направленных на начало ядерной войны в случае неминуемого поражения Китайской Народной Республики. Утверждено коммунистическая партия Китая 11 ноября 73-го. Жутко, жутко. План включает в себя ряд скоординированных ядерных ударов по стратегическим целям всей Америки с использованием стратегических бомбардировщиков, ядерных подлодок, ракетных комплексов, маломощного пехотного ядерного оружия и прочих устройств. Цель заключается в дестабилизации американских сил и военного потенциала. Шеху Анти поручено уничтожать 8 целей в штате Калифорния, в том числе штаб-квартиры исследовательского фонда Вест-Тек в Лос-Анджелесе и других крупных населенных пунктах. В случае мятежа, саботажа или предательства, капитан имеет право принять любые чрезвычайные меры ради того, чтобы выполнить миссию любой ценой. Обалдеть. Так, стационарно-оборонительная структура звучит интересно. 2220 мая. Морское судно Посейдон-Ойл Вальдес прибыло в порт. Экипаж был экипирован силовой пехотной броней неизвестной модели. Судно не на ходу и наводнено мутантами. Подожди. Там вроде никого не было. После консультации с императором Чан Ли подсказал, что Шихуанти может быть реактивирована и преобразована в оборонительную установку против дальнейшей военной морской угрозы. Подводная лодка реактивирована. Резервный генератор снабжает ее энергией. Майя. Аварийный генератор ломается. Кен Ли запрашивает подключение генератора Электробокс к энергосистеме, чтобы сохранить питание подводной лодки. Август что-то там подчинят и передан экипажу для обслуживания подводной лодки. Так, все, да, получается у нас? Так, Линис. Так, состояние субмарин. Китайское разведывательное агентство. Благодаря таблице кодов... А-а-а-а! Все, я понял! Вот у нас как раз таки коды-то и дают. Я что-то затупил. Вот благодаря этим таблице-то кодов, которые мы нашли. Вот это круть. Вот почему мы так много читаем-то. Офигеть. Код команды распознан. Ограничения безопасности сняты. Китайская разведывательная сеть не инициирована. Внимание! Подключение к центральному серверу Син в Пекине невозможно. Получение архивных данных. Кажется, большинство архивов повреждено. Однако главному компьютеру удается получить несколько нетронутых файлов. Отчет разведки. 69. Беспорядки в Тибете и соседних провинциях продолжаются, угрожая строительству спутникового комплекса «Восточный дракон». Президент Ксин приказал военным провести санкции против населения после значительных жертв среди повстанцев. Контроль над провинцией восстановлен. Оставшиеся боевики переселены. Так, 72-й год. Вспышка эпидемии в Советском Союзе угрожает Северному протекторату НКНР. ВБО советуют установить карантин и изолировать находящихся под угрозой территории. Это потенциальные места для переселения повстанцев, террористов и несогласных, а также площадка для испытания новых штаммов биологического оружия. План предоставлен партии для утверждения. Так, 73-й. Использовал против американских войск. Он деморализирует и ослабляет их оперативные силы. Прошу подкрепление и силовую броню командующей фронтом для окончательного удара по американским силам, закрепившимся на границах Аляски. Интересно, я бы посмотрел китайскую силовую броню. Как она выглядит. Было бы здорово, да? Так, 73-й мы читали, да? Используем против... Да. Так, 74-й. После прорыва нашей блокады Японией, американские подразделения развернуты на материке. Силы Аляски должны продолжать операции. Вооруженные силы на аннексированных территориях должны укрепить тыл. Командование разрешат использование биологического и химического оружия на родной земле. Иностранные собаки должны быть уничтожены. Кстати говоря, это интересная точка зрения с другой стороны. То есть мы в компьютере там историю слушали, да? Как Китай напал на Канаду, вроде что, типа такого. Вот, а здесь с их стороны, то есть получается, как США победила. Так, 75-й. Карательные операции и террористические удары очень эффективно деморализуют население Америки. Поддержка военных операций за рубежом ослабевает по мере возрастания беспорядков и подстрекательства протестов на американской земле. Рекомендую удары последующим исследовательским и военным объектам на сей территории Соединенных Штатов. Порядки и очередности. Рейвен Рок, Вестек, Марипоза, Болдер Институт. Институт, кстати, прикольно, да? Такая в четвертой части. Мне кажется, это... Вот это дело, которое сейчас, это задолго-задолго еще происходит. Хотя, черт его знает так-то. Слушай, я даже не знаю, может быть и в то время... Я не знаю, когда четвертая-то происходит. Блин, может реально пипец. Так, 75 мы только что читали, да? Да, давай, 76. Американское военное превосходство теперь очевидно. Подразделение в силой броне Т-51Б развернуто на материке. Ну а к нечем ответить на это, и она теряет позиции день за днем. Председатель Ченг требует, чтобы Пекин оставался в руках Китая. Ведет укрепление позиций. Командование приказывает более интенсивно проводить партизанские операции в тулу врага. Оперативники внедрены во все американские содружества для подготовки и организации мятежей. Оружие и оборудование поставляются. Приоритетные цели Вашингтон, округ Колумбия, Колумбийское Содружество. Окей. Так, далее. 77-й год. С распадом фронта Аляски и все более сильным американским присутствием на континенте поражение Китая неизбежно. В соответствии с резолюцией такой-то коммунистической партии Китая, я настоящим приказываю всем лояльным вооруженным силам начать ядерную операцию против американцев. План миссии R. Приобретенные цели... А, приоритетные цели содержатся в оперативных директивах. Может быть наши души вернутся на землю. Обалдеть. Вот сейчас вот, наверное, приказ о ядерной атаке. Вот это жуть. Всем войсках на... Блин, такой момент, а? Ну, надо же обосраться. Всем войскам на позициях передача окончательного подтверждения кодов операции Юминг начинается. О, жутковато, да? Пипец. А прикинь, если это еще вот это... Как это? Я слушал эти переговоры Чернобыльской станции. Тоже жутко так было. Че у вас там горит? У-у-у, четвертый энергоблок, блин, обалдеть. Тут такая же. Вот, наверное, если он сидит, слушает, как по рации вот эти переговоры, это, конечно, кринжово. Так, линии связи. Сканирование точек. Ну, а, оффлайн, 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 это печалит. Журналы и персонала. Сканирование локальных дисков. Найдем... Найден доступный файл. Кажется, большинство из архивов повреждено. Однако, главному компьютеру удается получить файл нетронутым. Личный журнал Ли Е, адмирал-капитан. Мы проигрываем эту войну. Я только что получил подтверждение того, что партия, наконец, решила запустить план R. Это безумие. Как ядерна война может дать нам победу? Никто не выиграет, если мы выпустим такую мощь. Но я солдат, и я буду следовать приказам до конца. Экипаж нервничает. Зволнованный Вонг рассказал офицерам о плане R, и они были в восторге. Я не могу винить их, хотя я не согласен. Вонг потерял своих сыновей, Ван Коридже. Его бранд Чай... Чан Кайши. В то же время был захвачен на побережье штата Мэриленд. Мы завершили последнее приготовление к запуску. Все, что осталось, ввести коды подтверждения. Для меня было честью работать с этими людьми. Мы получили подтверждающие коды и выйдем на позицию через 15 минут. Вероятно, это моя последняя запись в этом журнале. Поэтому позвольте мне заявить, что я против такой жестокости. Война ведется между солдатами, а не между бомбами и гражданскими. Надеюсь, люди простят нас, если кто-нибудь выживет. Жуть какая. Чёртовы маньяки. Я думал, что мы были единственными, кому приказали атаковать Лос-Анджелес. Но я был не прав. Они запустили в него самую мощную МБ-ракету. Я не могу понять, почему её не направили на Вашингтон. Но этому можно найти объяснение. Теперь мы дрейфуем в океане. Император умер. Навигация накрылась и кажется, эта подлодка станет нашей могилой. Мы дрейфуем уже несколько дней. Дзину удалось частично восстановить питание на бортовых системах. Для бортовых систем. Поэтому у нас будет достаточно кислорода, чтобы продержаться несколько недель. Я больше обеспокоен за пищу и воды. Наши запасы малы. И их явно недостаточно. Экипаж беспокоится. Как вообще после вот этого, вот этой дичи, да, которая там творилась, блин, вообще земля не раскололась. Это просто кошмар. На лодке, конечно, офигеть. Выжить надо же, а. Император вернулся в онлайн, но с трудом. У нас до сих пор нет навигации и экипаж на грани мятежа. Я еле успел установить двух матросов, избивающих Дзына. Ситуация тяжелая, но если мы не всплывем в ближайшие несколько дней, боюсь, мы перебьем друг друга. Наконец-то. Мы сели на мель в бухте Сан-Франциско. Экипаж плясал, пока мы разрезали люки. Город весь в развалинах. Пожары и радиация сделали свое дело. Я послал разведку для поиска подходящего места для лагеря. Пока что никто так и не смог найти подходящего клочка земли. Радиация? А вам что, радиация, безвредно, что ли? Команда Ляу нашла жилой район. Жители покинули его после сигнала о воздушном налете. Кажется, он пострадал, но незначительно. И какая ирония. Это китайский квартал Сан-Франциско. По-прежнему окруженный американским контрольно-пропускными пунктами и укрепленными казармами. Если бы они только знали. Мы вступили в контакт с Красным Драконом. Северо-американский черный призрак тащился на запад с 23-го. По крайней мере, до того момента, как была потеряна связь с Центкомом. Не слишком радостно застрять на вражеской земле, но мы должны действовать. Лагерь Шихуанти разбит. Призраки сейчас находятся на операциях по зачистке прилегающих районов и захвата любых встречающихся припасов. Я дал им строгий приказ не трогать выживших американцев. Если нет провокации, не стоит начинать так отношения с потенциальным союзником. Удивительно, культ, называющий себя церковь Хабалоги, каким-то образом уцелел в разрушенном укрепленном бункере. Рядом с теми, что остались от моста золотые ворота. Они безвредные и весьма полезные фанатики. Их знания местности, рабочая сила и ресурсы придутся весьма кстати в строительстве нашего нового дома. Обалдеть. Основные нужды... Получается, эти хаббологи-то... А, ну, в принципе, если аналоги с саентологами провести, то, получается, с тех самых времен они и живут туда. Как они выжили от радиации, вот до сих пор вот меня... Если по Сан-Франциско... Сан-Франциско, представляете, огромный город. Тут 100% типа пострадал, но не сильно. То есть, маленькую ядерную бомбу туда кинули. Нормально, да? Блин, пипец. Почему все не подохли тут от радиации-то? Основные нужды лагеря удовлетворены. В настоящее время мы строим планы по снятию из подлодки электроники и другого ценного оборудования. Нет никакого смысла сохранить... Сохранять ее, так как силовая установка не подлежит ремонту. А нам все это может пригодиться. Цзин подготовил план будущего укрепления бункера Стальной дворец. Это моя последняя запись в журнале. Я больше не адмирал военно-морского флота. Народно-освободительная армия Китая. Я несу ответственность за своих людей и за их будущее. По состоянию на 1978 год мы полностью отделились от Китая. Председатель Ченг отвали. Это был Е Ли, лидер людей Шихуан Ти. Конец журнала. Офигенно! Вот это класс! Вот это класс! Так, история все. Так, баз данных. Прогнозирование. Так, прогнозирование. Согласно новым данным, так называемый анклав сильнее, чем предполагалось ранее. Всеми силами избегайте контактов. И вероятность того, что бродяг из танкера самостоятельно справится с монстрами в трюме 0%. Обрабатывают данные о желательности предоставления помощи. Так, ну это мы сделали. Вероятность неудачи при запуске космического корабля Хабулога в 95%. Причины нет. Топливо неадекватное средство герметизации. Плохое руководство. Недостаток инициативы. Да и вообще просто там крыша протекает. В прямом переносном смысле. Вероятность того, что бродяй... Так, это все мы знаем. А, это рандом, типа, да? Ой-ой-ой. Ну, непрекомненный план. Введите дополнительные данные. Обработка данных невозможна. Вводим и... Так, вероятность того, что в этой игре снова появится подводная лодка 0%. Ммм. Сейчас, может, что-нибудь тут... Согласно... Ну, предполагаю, с ранее силами избегать контактов. Обработка невозможна. Завершение избранной своей миссии. Смотри, лол. Успешно в завершении избранной своей миссии. 15%. Ты что, обалдел? Согласно новым данным, так назван... Так, это... Ага, обработка данных. Вероятность. Так, ну все. Ладно. Так, все. Никакой. Так, мы вроде как поговорили. Получается... Ничего нового-то и не узнали. Но, видимо, после этих... Всех манипуляций с Наварро и возвращением этих дисков, я так понимаю, он нам даст задание на... Этот... Какие он? На броню там. Что-то они исследовали или что-то типа такое. Ладно, давайте доедем до города убежища. Мне хочется посмотреть, что там будет по поводу излечения. Не, у меня тут уже все уши прожужжали, что надо, мол, туда сгонять. Вот, давайте сразу и посмотрим, что там такое в городе убежища. И сразу из Маркуса у нас там пульт должны достать. Ой-ой-ой, вот, кстати, это тайник хабологов. Тоже надо было туда зайти. А давайте-ка, наверное, туда и зайдем сразу, потому что... Он рядом, по крайней мере. Давай, зайдем сразу. Да ты, зараза, только попади. Нормально. Стоять, это сейчас на территории церкви хабологов. Что вам здесь надо? Сейчас я буду грабить где-то место. До меня дошли слухи. Так, так, тебе не стоит беспокоиться, брат. Потому что мы родственные души. Я тоже нахожусь в объятиях церкви. Да? Он внимательно осматривает вас. Тогда вы не будете возражать, если я задам несколько вопросов о нашей вере. Знаешь, забудьте, наоборот. Так, давай. Ты был основателем церкви. Ой, так это все... Вот этот. Все верно, только хаболог. Блин, как же круто все начитали, а? Ха-ха, вот это да. Вот это классно. То есть, когда тебя непосредственно проверяют на то, что ты считал. Вот это круто, да? Не просто какой-то диалог, а именно этот. Блин, вот это классно. Я как-то говорил в каком-то прохождении. Все верно, только хаболог может иметь такую мудрость. Я приветствую вас и прошу у вас прощения. Могу ли я спросить, зачем вы пришли сюда? Очень многие из наших братьев знают об этом месте. Ник где ведь послал меня проверить пожертвование. Он хочет убедиться, что у вас все в порядке. Я хочу сделать пожертвование, наверное. Ну, это не объяснит, как мы нашли это место, правильно? Давай-ка, ну-ка. А, ну я не знал о вашей миссии. В таком случае вы можете свободно войти. Позвольте вам открыть дверь. Что-то как-то подозрительно, блин. Но... Ой, еще и мотоцикл тут какой-то. Вот это прикол. Тоже такое ощущение, как будто это какой-то вырезанный контент. Обалдеть. Так, с чем ты? Ни с чем. Так, а ты кто? Из пушки к садону? Голубцы. Привет, меня зовут Эштан. Я здесь за все отвечаю. Вы были посланы сюда для усиления безопасности. Да, именно для этого. Нет, меня послал Ник, он сказал, что нужно проверить все. Правда? Это интересно. Осматривайте, я не против. У нас все в порядке. Спасибо. А что вообще мы здесь храним? Как тебе должно быть известно, здесь хранятся все пожертвования наших прихожан. И надо сказать, это несколько месяцев назад. Актер Жан Траволта... Ха-ха-ха-ха. Он тоже, что ли, Траволта-то тут? Жан Траволта пожертвовал настоящий Харлей позапрошлого века. Зверский байк. Черт, да у нас даже есть гаубица в отличном состоянии. Но все же в основном жертвы деньги и очень много денег. Впечатляет, кажется, все процветает. И хорошо, реклама и здоровенные космические аппараты весьма недешевы. Да, я понимаю, насколько велико это место. Строение, в котором мы находимся, старше бункера, построенного, вероятно, для частного лица, а не для военных. Ниже еще два уровня, прямо под нами жилой комплекс. Несколько кроватей, ванны, тренажеры, оборудование для обеспечения безопасности. А еще ниже находится то, что я называю убежище. Убежище? Ну, на самом деле это не убежище. Просто я его так называю. Это скорее хранилище. Там мы и держим все пожертвования. Оно храняется круглосуточно. Как интересно. Ну, я тогда пойду посмотрю, увидимся позже. Так, вартарить. Так, отлично. Отлично, отлично. Сказывается, несколько этажей еще. Вот это прикол. Так, надо тут проверить, все ли здесь в порядке. Ух ты. О! Интересно, можно выстрелить? Не зря же сделана она. Но она весит, по-моему, просто какие-то... Да, кошмарно. На один хватит, один хватит. Так, ну-ка давай попробуем. Этого ничего не даст. Блин, а очки врубать. Да пипец, каждый раз он доставать так будет. Так, ну, по крайней мере, хотя бы тут машины рядом. Если что, можно перетащить все. Но патроны от гаубицы, я пес его знает. Давайте, наверное, один оставим, чтобы чисто был. Но он что-то, по-моему, вообще каких-то космических там. Что-то 40 или сколько-то? 40! У-ху-ху! Ты что, дурак, что ли? Так, он машину... Кстати, это снаряд или нет? Может быть и Веста? Нет, это самое не алло. Ой, вот у нас сколько всего. Это много. Так. Надо еще в этот зайти. Улучшить все вот это вот. Тоже обязательно. Внюю... Ты урод. Смотри, у этого даже... Он даже броню себе раскрасил. Смотри. Сулик. У него плечи какие-то эти. Раскрашенные. Нифига. Леопардовые. Леопардовая боевая броня. Вот это да. Так. Ну я вот это, наверное, возьму. Так. Тут понятно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Это надо все брать. Ой-ой-ой-ой. Это первая? Это вторая? Нет, это первая. Так. А что с Харлеем? Можем как-то? Нет, не можем. Так. Ладно. Окей. Хотим посмотреть, что там. Вот там. Фига себе. А. И здесь суперкомпьютер, да? Какой-то. Отлично. А, еще там ниже даже есть. Так. Ну, к сожалению, тут ничего-то... Ничего не можем мы прокликать. Паршифт тоже ничего нет. Тут на тебя заботится о всех нас. Да-да-да. Ни капли не сомневаюсь. А, ну и все. Да, получается. Как же вы задрали, а? О, нифига. Взял. Вик взял, снял шлем, короче. Там бошку почесал себе. Обалдеть. Так. Во. Это что такое? Деньги. Сколько денег, интересно? Ой-ой-ой-ой. 61 758. 101, 61, 751. Один! Одна монетка! Ты что, тролль, что ли? Кто-то... А что, я не могу? Серьезно? Я не могу открыть. А-а-а-а! Это какой-то... Какой-то баг, что ли, или что? Я тебя предупреждал. Ты пытаешься... А, Бакратенс прямо у нас на руках. Срань, господи. Какой же ты придурок? Ладно. В кои-то веке кого-то убью. А кто? А-а-а! Тут еще и охранник. Блин, я думал, это Кессиди. Вот говно. Я пока что завалю тебя, чтобы тут не упендривался. Мне придется загружаться. Блин, вот говно. А ну, что... Вот этот... Я думаю, что он не заходит в этот. В ящик-то залезть не может. Вот говно. Блин, пипец. Так. Я думал, это Кессиди. Я крайне глаз-то смотрю там этот. Тут-то их нет, блин. Да? Серьезно? Пипец. Вон он реально стоит. Вот урод. Так. Я так понимаю, мы можем вот так вот сделать. И нормально... А, нахрен тебе. О, что ты тут творишь? Первое и последнее предупреждение. Не прикасайся. Это частная собственность. Так. Ну, братан, ты сам выбрал этот путь. Поэтому давайте-ка вот так вот сделаем. Вот. И мне чисто хочется посмотреть, что в этих ящиках. Чтобы он не упендривался. Ой, тут говно. И, кстати говоря, надо бы посмотреть. Возможно, эти дрещи на нас не нападут. Так что, черт его знает. Это я возьму. А, кстати, посмотреть. Может, нападут они, не нападут. Блин, мне даже интересно, жутко. Так. Давай посмотрим все в ящиках, что есть. Вообще, может, тут и смысла нет. Одну говнецу, может быть. Блин, вообще пустые половины. Вот это мне интересно. Там, типа, деньги, деньги, деньги. Стращал деньгами нас тут. Ну-ка. Вы не в состоянии вскрыть замок на этом сейфе. Так. Ну, у меня не зря вот это вот. Лабудай, видимо, я так понимаю, да? Злом 105. Обалдеть. Обалдеть. А этот? Сколько тут надо-то? Нифига себе. Кто-то может уже, так, ага, покурить. Нифига себе. Так, а... У меня один минь-то-то нет, случайно? Так, ладно, давай попробуем вылезти. Посмотрим, у нас нападут эти. И вообще насрать, да? А, не, нифига. Насрать. Ну, ладно, в общем, какая-то хренотень здесь. Насрать тогда на нее. Потом вернемся сюда. С хабологами в любом случае будем разбираться. Поэтому погнали-то, а быстренько в город-убежище сгоняем. Так. Где там? Возможно, сейчас на нас нападут, и тогда битву хотя бы проведем. Давай быстрей-то, че? Долго как менял-то, пипец. Так, это какой у нас? Это... Здоровенный. А это обычный, да? А, это маленький. Ну, давай. Здоровенный, да здоровенный. Ух ты. Извините, пожалуйста. По 105, нифига. И выжил. Обалдеть. Сейчас наши пациенты должны показать. Ну-ка. Да, блин. Ты че взял-то опять? Блин, надавал говна. Получай. У кулика весь затылок обгорел. Блин, пипец, придурки. У меня... Нет, просто... Ничего... Врагам ничего делать даже не надо. Они просто... Пацаны наши сами друг друга перебьют. Ты... Ты не вздумай. Ты урод-то какой-то. 56, блин, пипец. И один... Один хп остался. Вот ты урод. Один хп. Обалдеть. Ты че дурак, что ли, блин? Мне теперь... Этот... Доспех чертов. Отмывать надо. 15 лет, блин. Нифига себе. Ты че дурак, что ли? Блин, вот осел, а. Так, там че, че-то есть. Так, эта крыса убежала. Надо ее ловить. Куда она убежала-то? Комод еще какой-то. Давай, наверное, комод заберем. Наши пацаны, по идее... По идее, этот... Дрич от нас убегает. То есть, если мы будем вот так вот нажимать... А, ну все, типа. Так, я так понимаю... Этот дриснул, да? Коготь смерти, да. Похоже на то. А, не, вон он. Фига он от нас бегает? Вот позорище. У него че там один хп? Не хватает нескольких конечностей. Ну, зараза-то какая. 1700 за него, нифига. Но стоило подраться-то, блин. Нифига себе. Нифига себе. Так, ну что, ладно, ребятушки. Давайте, наверное, тогда на этом заканчивать. Вот. И в следующей серии мы добежим до... Города убежища. Там все сделаем. И тогда с него уже попремся в Нью-Рина. Продадимся там все, да. Попробуем улучшить наши винтовки. У кого-то они там были, да. Вот. И отправимся в Наваром. Там уже будем... Пробираться к этому легендарному диалогу. Вот. И все-таки на этом. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И беремся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok